Запорожская область готовится к началу оздоровительной кампании 2014. В Крым наши школьники в этом году не поедут, но местная власть обещает компенсировать это достойным отдыхом на территории Запорожского региона. И несмотря на то, что с бюджетным финансированием сейчас трудности, количество детей, которых отправит в оздоровительные учреждения, планируют существенно увеличить. За счет чего узнавала Наталья Зайченко. Бюджетная экономия на детях не отразится. В этом году на организацию оздоровления и отдыха детей, проживающих в Запорожской области, выделено почти 70 миллионов гривен. Это даже больше, чем в 2013-м, говорят в обл. администрации. Региональные программы планируются охватить 75% детей школьного возраста. Правда, выбор оздоровительных центров в этом году не так велик. Главной задачей является, конечно же, оздоровление, а не отдых. Именно оздоровление мы планируем охватить 42% от общего количества детей школьного возраста. К сожалению, в этом году мы, пока, я надеюсь, утратили возможность оздоровления детей в Международном детском центре «Артек». В прошлом году было оздоровлено в «Артеке» 528 детей Запорожской области. В этом году ни одной путевки в МДЦ «Артек» по понятным причинам министерствам не было предоставлено. Будут работать и пришкольные лагеря, но, возможно, не в таком количестве, как ранее. В Департаменте образования и науки обещают индивидуальный подход к каждому району. Мога идет о том, чтобы, начиная с этого года, отпочинок на асфальте мы отменили. Я считаю, что до этого нужно подходить вываженно, потому что в пришкольных таборах у нас левая часть наших детей. Через это только там, где есть потребность родителей, где есть потребность населения, будут открываться эти пришкольные таборы. Увеличить количество детских путевок без дополнительных затрат для бюджета реально, утверждает руководитель региона Валерий Баранов и обещает, тендерные процедуры в этом году будут открытыми и прозрачными. В этом году впервые откаты собираться не будут. Поэтому, во-первых, я хотел бы попросить прессу и наш департамент, чтобы мы довели до сознания всех участников тендерных процедур, что они могут стоимость путевок уменьшить минимум на 10%. Таким образом, у нас на той же сумме получится человек 70 дополнительных детей, которые смогут отдыхать. Потому что мы знаем, что платили все и знаем, кому платили. Детская оздоровительная компания в Запорожской области стартует 1 июня. Всего в этом году за счет бюджетного финансирования смогут отдохнуть более 100 тысяч запорожских школьников. Продолжение следует...